Открыто миру ладонь. День национального флага народа Абаза и День абазинской культуры отметили в Карачаево-Черкесии. Парк культуры и отдыха Зеленоостров стал алым благодаря большому количеству красных флагов с национальной символикой и приятно манил запахом блюд, приготовленных по старинным рецептам. На народных гуляниях побывала и Фатима Даурова. Вот уже три года, 23 июля, представители абазина абхазского народа Карачаево-Черкесии собираются, чтобы отметить День национального флага. Место встречи – парк культуры и отдыха Зеленоостров, где в этот раз главные действия праздника развернулись на центральной аллее. Выставочные стенды давали возможность увидеть историю абазинского народа в фотографиях, приобщиться к литературе и языку, посмотреть на творчество народных умельцев декоративно-прикладного искусства. Особое внимание зрителей привлекла хроника абазгских царей и флаги, сопровождавшие народа База в разные исторические моменты его становления. Несмотря на природные климатические условия, на дождь, праздник состоялся, и он приносит радость. Это важно для подрастающего поколения, с тем, чтобы они это знали, чтобы знали свои традиции, культуру, могли передать будущим поколениям. Я считаю, что абазин богатая, самобытная культура, и они должны делиться, и об этом должны знать не только сами абазины, но и представители других народов. Дразнящий запах национальной кухни привлекал гостей праздника не меньше, чем его официальная часть. Обилие вкусной еды с абазинским колоритом, мамалыга с сушеным мясом, кукурузные лепешки, горячие пирожки с сыром и, конечно же, лакумы и сладости – всем досталось угощение. И вот все это под аккомпинемент национальной гармошки. Градость веселья и позитивного настроения зашкаливал, и даже дождь не смог стать помехой. Мне очень тут нравится, тут можно увидеть все, например, все, что связано с абазинским флагом, с абазой, все тут. История, говорится о самой истории. Тут книги от абазинских писателей, картины, блюда разные, тут даже делают абазинские флаги, рисуют бесплатно. Я тут уже не первый год, и я очень пытаюсь посещать каждый год этот праздник, потому что я сама абазинка, и я хочу узнать больше о своей нации, больше о своей истории. Главным организатором Дня культуры народа Абаза является Международное объединение Алашара. Вместе с абазинами республики отметить день флага приехали гости из Абхазии, Кабардино-Балкарии, Италии и Египта. Им представилась возможность окунуться в атмосферу национального праздника и сложить свое собственное мнение об увиденном. Мы уже не первый год сюда приезжаем, и с каждым годом видно, что масштабы праздничьи, самодух праздника, он все масштабнее становится, все интереснее. Наши делегации из Абхазии очень было интересно посмотреть, как братья абазины это все нас проводят, у кого вас проводят, и впечатления только самые лучшие. Это единственное мероприятие, которое объединяет не просто молодежь, не просто какой-то слой населения. Люди приезжают с семьями. Вот я наблюдаю маленькие дети с родителями, старшие, с семьями на машинах. Кто-то прилетает. Я вижу, здесь и москвичи есть, и Санкт-Петербурга есть, знакомые люди стремятся сюда. К вечеру действие переместилось на сцену амфитеатра, где прошел конкурс с участием детей разных возрастов и национальностей, пожелавших показать зрителям свои таланты в танце, ораторском искусстве, в умении петь и играть на музыкальных инструментах. Все участники конкурса были отмечены призами, а праздник продолжил трехчасовой концерт с участием артистов Абазинской эстрады. И все это время не смолкали овации зрителей. Фатима Даурова, Анжела Аджибекова, Руслан Харченко, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.